Потом появилась вместе с фотографией, что очень тяжело. А именно впервые получена, по крайней мере, впервые опубликована макроскопическая фотография, коррелированная, запутанная между собой потоков света. Эксперимент ставился таким образом. Макроскопический луч света, не по отдельному фотону, как он начинается, а прямо макроскопический луч света пропускался через две щели. Таким образом образовывалось два коррелированных между собой пучка фотонов. В нижнюю там вся перегородка, которая после щелей не позволяла им смешиваться друг с другом. Левый луч, так условно, скажем, левый, пропускался через линзу. При этом его форма деформировалась. У него была вертикальная, он был прямолинейный, проходящий через свет. Это он имел сечение такого вытянутого овала. А он превратился в такой полумесяц, проходя через линзу. Второй луч шел через вакуум. Никаких препятствий на его пти не было. Тем не менее, каждый из них попал на экран. И на экране образовалось два полумесяца. То есть второй луч, не проходя через линзу, деформировался точно так же, как тот, который прошел через линзу, но в противоположном направлении. Вот такой вот интересный эксперимент. Фотография представлена. Это макроскопическая фотография, никакой статистики. Вот так, как обычно в квантовой механике часто предъявляют такую претензию, что Бог его знает, как там эту статистику строить. Так вот, в данном случае, не статистика. А прямо макроскопический объект корренировал. Да, прямо вот один луч макроскопический искривился, и второй луч макроскопический искривился. По квантовой механике так и должно быть. То есть такого специального объяснения не требуется. Но с теорией относительности это все связано очень тяжело. Это очень трудно связывается с теорией относительности. А в квантовой механике так и должно быть. Эйнштейн называл вот этот эффект чудовищной связью между частицами. Он не верил в то, что этот эффект есть. Он читал, что это чисто теоретический эффект. Когда это было? В течение месяца. Публикация была примерно месяц назад. Я сохранил дома фотографию из интернета, потому что действительно производит очень сильное впечатление. Совершенно четко, как будто оба луча пришли через линзу. На самом деле через линзу прошел только один луч. Вот это вот один из фактов запутанности. То есть это уже факт, не вызывающий никакого сомнения. Вообще-то я примерно год назад слыхал о том, что похожий эксперимент был поставлен у нас в России. Ну, как всегда, у нас с рекламой дела абсолютно плохо. То есть люди сообщали друг другу. То есть сарафанное радио, в общем, серьезной публикации не было. А может быть, это была полусекретная какая-нибудь работа. Не знаю почему. Но то, что я слыхал, выглядело таким образом. Тоже луч проходил через две щели. Один луч из этих двух пропускали через маску, где были точки, например, какие-то, или вырезана какая-то фигура. Второй луч шел напрямик. На экране, естественно, была тень вот этой вот фигуры. По левому лучу. А правый луч давал тоже тень, даже сами фигуры, только в отраженном виде. Хотя там никакого препятствия не было. Это вот то, что я слыхал. Но публикации я не видел. Это мне сказали, по цепочке передали вот эту информацию о том, что у нас примерно год назад был поставлен такой эксперимент. А этот эксперимент поставлен не у нас. Он в Швеции поставлен, с линзой. Но тоже макроскопический эксперимент. То есть теперь вот факт запутанности является просто таким вот фактом, который можно с фотографией. А почему так долго не удавалось? Надо было придумать. Не знаю, почему. Но не все сразу. Долгое время вообще ведь только в 2008 году только впервые вообще доказали, что есть эта самая запутанность. До этого это было чисто этим. Вот, начиная с этого момента, я передаю слово докладчику, который в частности может объяснить и это явление тоже. Прощу вас. В рамках этого доклада, о чем, собственно, буду рассказывать? Буду рассказывать о том, как можно построить специальную общую теорию относительности, как можно построить время и динамику на основе четырехмерного евклидового пространства, в котором отсутствует время и отсутствует динамика. Так, микрофон, ну, он записывает, вроде как, сюда. Вроде работнее. Карточка включена? Да, она включена. Точно, да. Да. Так, могу так. О, так слышно. Да, хорошо. Давайте так буду говорить. Тогда, в общем, расскажу для начала о модели теории. Собственно, какая модель теории? Имеется некоторое четырехмерное евклидовое пространство с определенными на этом пространстве какими-то полями. Времени и динамики на этом фундаментальном пространстве нет. Это пространство не является тем пространством, что мы наблюдаем, хотя мы наблюдаем некоторый срез от общего мира этого пространства. Можно отметить, что поля, определенные на этом пространстве, не являются квантовыми и не являются классическими, причине отсутствия времени. Более того, когда обычно говорят о поле, что под этим подразумевают? Есть некоторое уравнение, уравнение поля, которое как-то эволюционирует во времени. Бывает, что от времени частично отказываются, но все равно, например, всякие там петлевые кванты, агретасы, еще что-нибудь такое, там на микрооргане некоторая динамика есть. Здесь идет полный отказ и от времени, и от динамики. То есть ничего другого нету, кроме того, что здесь указано. То есть есть, еще раз, четверхмерное евклидовое пространство, определенные на этом пространстве поля. Какими эти поля могут быть? По причине отсутствия времени, по причине отсутствия... Просто пространство, просто пространство. Полностью между собой равноправное. Все направления равноправны, никакого выделенного направления нет. Все четыре направления, пространство, только пространство направления, времени нет, вообще нет. Четвертое измерение – это просто пространственная координата. Все четыре измерения полностью равноправны. Еще раз, никаких отличий между ними нет. Соответственно, при отсутствии времени, что может описывать поля, определенные на четырехмерном пространстве без времени динамики? Тут получается, что значение поля в каждой точке может определяться только значением поля в точках, которые ее окружают. То есть можно говорить о том, что значение поля само описывается некоторым дифференциальным уравнением, заданным на четырехмерном пространстве. Это уравнение не зависит от времени, причине его отсутствия динамики у него нет. То есть в каждой точке значение этого поля всегда константа, какое это есть. Теперь следующий вопрос, который возникает. Я уже сказал, что все направления равноправны, все направления являются пространством. Еще раз говорю, что времени динамики нет. И возникает вопрос, а как вообще построить времени динамики на этом пространстве, где ни времени динамики нет. И здесь что мы можем сделать? Мы берем, как-то нарезаем вот это пространство на трехмерные плоскости. И нарезаем это так, чтобы мы требуем, чтобы было какое-то разложение этого поля проекции, ну там фундаментального поля или полей. В принципе, для данного рамка этого доклада это совершенно не важно, там одно поле или несколько полей. В общем, мы раскладываем это поле на трехмерной гиперплоскости по какому-то байсу, функциональному байсу. Для случая, когда у нас трехмерная гиперплоскость, получается, что должно быть по разложению по функциям, по трехмерным функциям. То есть разложение должно быть по байсу трехмерных функций каких-то и тем. После чего значение состояния поля, проекции полей на каждой гиперплоскости можно будет описать некоторым вектором состояния, состоящим из значений, из амплитуд функций разложения, плюс некоторых дополнительных параметров, которые однозначно описывают, что это, собственно, за функция, ну там ориентация этой функции. То есть получается некоторый вектор состояния. И этот вектор состояния, он эволюционирует. Что значит эволюционирует? Что мы нарезаем на кучу гиперплоскостей и подбираем гиперплоскости и разложение таким образом, чтобы у нас возникало вектор состояния на одной гиперплоскости, позволял бы предсказать значение этого вектора состояния на последующих гиперплоскостях. Последующих означает, что просто сдвинутых в пространстве. Что значит сдвинутых? взвинутых перпендикулярно по отношению к предыдущей гиперплоскости. При этом мы можем построить гиперплоскость под таким совершенно произвольным углом. То есть нет такого, что гиперплоскость нужно строить только в таких-то трех плоскостях, в таких трех направлениях. Мы можем построить таких направлений, перпендикулярно. То есть строим как угодно. Следующий вопрос, который возникает, получается, из этого. Да, то есть что у нас получается? Как здесь возникает эволюция? Каждая точка на одной гиперплоскости отображается в некоторую точку на другой гиперплоскости. Преобразование непрерывное получается. Для случаев гиперплоскости вообще даже не кривая, а имеется прямая, которая состоит с точки отображения на промежутших гиперплоскостях, соединяющей одну точку на одной гиперплоскости в точке на другой гиперплоскости. И эту прямую можно назвать линией эволюции. Линия эволюции – это в том плане, что на каждой из этих гиперплоскостей происходит изменение вектора состояния. То есть можно говорить о том, что разложение полей на гиперплоскостях эволюционирует вдоль этой линии. А дополнительно из этого можно понять, что поля, которые будут на этих гиперплоскостях, они не являются фундаментальным полем, они являются проекцией поля. Более того, они являются разложением фундаментального поля по некоторому байсу функции. Теперь следующий вопрос. Мы построили некоторую эволюцию. Возникает вопрос, а где здесь наблюдатель? И возможно ли здесь вообще в принципе наблюдатель? Для того, чтобы ответить, возможно ли здесь наблюдатель, вообще говоря, нужно вести постулат. Иначе здесь это не решается. Постулат заключается в том, что наблюдатель в таком подходе возможен. И эволюция, при вот такой вот эволюции описанной, если в этой системе может появиться наблюдатель, и если и этот наблюдатель будет способен к самоощущению, к ощущению того, что он находится в бытии. То есть это принципиальный момент, который достаточно сложен для понимания в том плане, что происходит эволюция. И вот эта эволюция, еще раз подчеркиваю, она происходит не во времени. Она происходит просто в дополнительной координате. Причем мы можем взять гиперплоскость, провести там как такую-то, а можем взять, повернуть ее под каким-то углом под решением предыдущей гиперплоскости. Если эволюция все равно по-прежнему получается, но построить функцию эволюцию, то и там, и там будут возможны наблюдатели. То есть нет никаких какого-то направления, что нужно строить только так. То есть получается мы можем построить это разложение под совершенно любыми углами. Здесь получается что? Что из этого вообще сходу следует? Из этого вообще сходу следует субъективный идеализм. В чем он заключается? В том, что на фундаментальном уровне существует, в рамках этой модели, существует только некоторое евклидовое пространство с определенными полями, в которых нет никакой динамики, нет времени и нет динамика. Все, что наблюдается, получается наблюдается наблюдателем в процессе вот этой возникающей эволюции. Само Вселенная в рамках, опять-таки, этой модели, она объективно не существует. Она существует только субъективно, когда ее наблюдает наблюдатель. Вот это четырехмерное фундаментное пространство позволяет, наверное, выбрать множество вариантов гиперплоскостей, постоянной гиперплоскостей и множество вариантов функциональных байсов, множество вариантов функции эволюции. Из всех этих функций эволюции и прочего, сами собой выбираются только те, которые приводят к появлению наблюдателя. Если они приводят к появлению наблюдателя, соответствующая, получается, Вселенная приходит в бытие. Если нет, то это получается, вот эти разложения и прочее остаются некоторой математической абстракцией, причиной того, что наблюдать их невозможно. То есть наблюдение, оно возникает здесь, в рамках этой системы, наблюдатель первичен по отношению к Вселенной. Но наблюдатель не является первичным в целом, он является эпифеноменом от боли фундаментальной сущности. Боли фундаментальной сущности – это четырехмерное эвклидопространство, определенное на ней полями. Вообще говоря, я думаю, что пространство, оно больше четырехмерное, но в рамках этого доклада я рассказываю про четырехмерность, потому что просто это проще. Идем дальше. Что у нас получается? У нас получается, что, вообще говоря, сознание, оно первично по отношению к Вселенной. То есть Вселенная – это продукт наблюдения. Можно вспомнить известный вопрос, существует ли Луна, когда на нее никто не смотрит. Но вообще говоря, она существует. При условии, что во Вселенной есть хотя бы один наблюдатель. Если наблюдателя ни одного нет, в этой ситуации не существует Луна и, по-чего говоря, не существует Вселенная. То есть, еще раз, в рамках этой модели получается, что наблюдатель первичен по отношению к Вселенной. Но он не является полностью первичен. Он является эпифеноменом вот этого четырехмерного пространства, определенного на ней полями. Из-за того, что наблюдатель привечен по отношению к Вселенной, возникает антропный принцип. Антропный принцип заключается в том, что наблюдатель необходим для существования Вселенной. Вообще говоря, вот эта формулировка, что наблюдатель необходим для существования Вселенной – это формулировка Уиллера, так называемого антропного принципа участия. И вот этот антропный принцип участия, он в рамках вот этой модели, он, собственно говоря, и возникает. Теперь поговорим про принцип причинности. На фундаментальном уровне в рамках этой модели какой-либо причинности нет. Что там есть, получается поле, которое описывается некоторым дифференциальным уравнением. И вот мы считаем его значение. Да, тут, наверное, забыл сказать, что из того, что значение поле в каждой точке описывается на фундаментальном поле на каждой точке, описывается это дифференциальным уравнением, можно говорить о том, что тут нету никаких локальностей. И это, получается, теория относится к классу супердетермистической теории. Ну, википедия написала, что геопатический класс теории, который позволяет обходить неравен Сабелла. Почему это супердетермист? Ну, в том плане, что здесь нету локальности. Каждая точка напрямую... Производные чего? Частные. Производные... Производные, когда строим разложение поля, ну, естественно, мы его раскладываем по некоторому функциональному биосу. А, если говорить о дифференциальных уравнениях, ну, это получается, да, это фундаментальное поле, получается, да, это дифференциальное уравнение частных производных должно быть. Теперь, что у нас получается? То есть здесь получается модель супердетерминистическая. Исходя из этого, вот эта модель, она, где в каждой точке все полностью определено, каждая точка напрямую влияет на другую точку, при этом можно сказать, что вот эта вот модель, она не противоречит квантовой механике с ее принципом непределенности Гейзенбергом. Не противоречит она по той причине, но, в общем говоря, это описано у того же Белла, в работах Белла. Один из способов обхода неравенца Белла, это вот как раз вот это подобного рода супердетерминистическая теория. Когда, в общем, все полностью предупредено. В рамках вот этого все полностью предупредено, локальности нет. Локальность возникает дальше. Так вот, теперь возвращаясь к принципу причинности, все известные мне модели разумной жизни требуют выполнения принципа причинности. Для существования Вселенной наблюдатели необходим, потому что наблюдатели, получается, они более непервичные по отношению к Вселенной. Наблюдатели могут только разумно существовать, ну и получается, что разумная жизнь необходима в существовании Вселенной. И получается, что вот эти сети разложения и прочие гиперповерхности, гиперплоскости нужно строить таким образом, чтобы выполнялся принцип причинности. Потому что если построить как-то иначе, то он не будет наблюдателем. То есть, собственно говоря, это на самом деле новое некоторое повторение антропного принципа, что нужен наблюдатель, система должна удовлетворять таким свойством, чтобы был наблюдатель. Вообще говоря, можно заметить, что вот эти вот моменты, они являются в некотором смысле хорошими аргументами в пользу данной теории. За счет чего? За счет того, что есть отказаемая проблема тонкой стройки Вселенной, то, что параметры всевозможных уравнений, они позволяют достаточно малой модификацией для того, чтобы разумная жизнь существовала. И вот здесь возникает четкое объяснение, почему, собственно говоря, самая разумная жизнь должна существовать. Таким образом, все построения, разложения и прочее должны удовлетворять принцип причинности. Идем дальше. Теперь точность выполнения принципа причинности. Принцип причинности необходим для существования разумной жизни. Но что если достаточно малое нарушение принципа причинности позволяет существование разумной жизни? В этом случае, если такие нарушения не противоречиваются антропным принципам и являются допустимыми. Что это означает? Что, в принципе, в рамках этой теории нарушения принцип причинности допустимо, если они достаточно малы для того, чтобы разумная жизнь все-таки существовала. То есть это, в принципе, можно сказать, что в некотором смысле одно из допустимых следствий. И, правда, я не понимаю, как можно вот это нарушение принципа причинности вообще экспертально проверить, но такое вот из этого можно получить. Следующая. Физик. Так. Ну, теперь можно поговорить немного про эволюцию состояния. Пусть там Psi – это состояние проекции полей на гиперплоскости. Но, вообще говоря, Psi – это вектор состояния. То есть он состоит из… Да. Что именно входит в это состояние в данном докладе и не рассматривается. Ну, то есть этот доклад, он не включает в себя часть по квантной механике. Чего-то шумит. Ага, понял. Сюда не подходи. Понял. Да. Да. То есть в рамках вот этого доклада я вопросы к квантной механике стараюсь не затрагивать. Но, вообще говоря… Понимаете, вот в рамках этого доклада я стараюсь эти моменты не затрагивать. Потому что если начинать здесь говорить про квантную механику, то еще один доклад возникает. То есть что я как бы постараюсь рассказать, это именно то, как получить специальную общую теорию относительности в рамках этого, не слишком вникая в квантную механику. Потому что в квантной механике вот здесь оно строится. Это достаточно просто. Но это еще целый большой доклад получится. Получается, в случае четырехмерных измерений мы просто объем по трехмерной плоскости. А это не проекция? Ну, в некотором… Нет. Ну, в каком-то мере, да. Это срез, получается, от фундаментального поля, который мы затем вот этот срез, получается, раскладываем по еще некоторым по базе функции. И вот, получается, пусть у нас все это состояние проекции поля на гиперплоскость. Что именно входит из состояния, я это не рассматриваю. И пусть существует такая функция, что она переводится в состояние фин, в состояние на последующих гиперплоскостях. На самом деле, из этого всего довольно легко и просто выводится уравнение Шрёдингера. Опять-таки, я это не буду никак вдаваться здесь. В общем, эти функции можно определить в последующее состояние. В общем, в последующее состояние можно определять либо точно, либо как-то вероятность. Опять-таки, для цели данного доклада это не имеет значения. То есть точно не определится или просто определяться вероятность состояния. И теперь в рамках вот этой модели можно описать наблюдатель и процесс наблюдения. Выделю из общего состояния, состояние наблюдателя Psi-обзервера. Остальное состояние, не отвечающие наблюдателя, обозначено как вот так. И тем самым состояние Psi состоит из вектора, состоящего из этих двух векторов. Там состояние наблюдателя и состояние всего остального. Состояние наблюдателя в случае отсутствия всего остального будет эволюционировать по такой-то формуле. Ну, собственно, вот эта формула. При наличии отличного от нуля состояние всего остального эволюция изменится. На эволюции оказываются влияние на другие изменения. И тогда можно сказать, что наблюдаемое, процесс наблюдения, это разница между эволюцией системы с полным состоянием и с содержащей только наблюдателя. То есть вот это вот и есть, получается, наблюдение. Найдем дальше. А функция обзервера, она бесконечна, или нет? Это не функция обзервера, это вектор состояния. Он конечен в том плане, что входит вообще вектор состояния. Вектор состояния входит, вот есть наблюдатель, он занимает некоторое локальное место в гиперплоскости. То есть он достаточно локален. И он состоит из, и вот этого наблюдателя раскладываем опять по функциональному байсу. Вот в этой области какой-то. Но, собственно, это разложение, оно конечное. Возникает, оно стоит из, что вот у нас есть функции, которые могут многократно входить в это разложение. Ну, просто из-за того, что они в разных точках находятся. Вот это конечное, некоторое локальное области пространства. Трехмерного среза, получается. И, получается, вектор состояния состоит из амплитуды этих функций и некоторых других характеристик, которые однозначно характеризуют эти функции. Например, если функции не являются сферически симметричными, например, они являются, не знаю, у них есть какое-то выделенное направление. Должно быть еще вот это выделенное направление должно входить в это вектор состояния. Ну, это конечный вектор состояния, то есть он не бесконечный. Нет, это другое. Вектор перпендикулярен, это, получается, вектор времени. Какое выделенное направление? Мы гиперплоски можем повернуть. Кто они? Это дальше. То есть можно спокойно поворачивать в рамках вот этого всего. Нет, любой гиперплоскость. Это просто перехватывается. Нормально. Не проблема. В данной модели это при условии, что не пересекаются при построении одной инерциальной системы отчета. При переходе в другую инерциальную систему отчета они пересекутся. Но до этого я дойду. То есть сейчас то, что вот это рассказывает, на самом деле можно сказать о том, как строятся вот эти эволюции и прочее в одной инерциальной системе отчета. Да, возникают другие инерциальные системы отчета. Да, там возникают повороты. До этого я в рамках доклада сейчас дойду. спора. Пока это можно считать одной инерциальной системы отчета, как строить наблюдателя, который неподвижен в рамках какой-то одной инерциальной системы отчета. Но вообще говоря, наблюдатель может быть находиться в разных инерциальных системах отчета. Это значит, что он находится в разных гиперплоскостях, которые могут повернуть по отношению друг к другу. И что из этого возникает, я сейчас скоро расскажу. Из этого возникает куча следствий. Так, симметрия к трансляциям порожденного времени и пространства. Какими, вообще говоря, свойствами должна обладать вот эта функция эволюции для того, чтобы описывать эволюцию системы, чтобы добавивающий выполнялся антрупный принцип? Ну, вообще говоря, должна выполняться симметрия трансляциям времени. Потому что если она не выполняется, то получается, что у нас законы физики будут разными в разные моменты времени. Из этого возникает, собственно, требование к симметриям трансляциям времени. Это означает, что одна и та же функция, применимая для расчета, ну, вот это, собственно говоря, вот это вот, это как раз вот то, что есть симметрия с двигом по времени. Теперь симметрия трансляциям в пространстве, тут подчеркиваю, в каком пространстве? В пространстве вот этих гиперплоскостей. Она означает, что одна и та же функция применима для расчета эволюции состояния при сдвиге гиперплоскости вдоль линии, принадлежащей гиперплоскости. Ну, в произвольном месте туда-сюда, вот в рамках этой гиперплоскости сдвигаем по трем координатам. И та же самая функция остается применима. То есть это означает, что везде вот эта функция, ну, что законы физики в рамках получающихся, что они везде одинаковые, вот что это означает. Здесь получаются вот такие вот результаты. Причем можно заметить, что вот эти вот требования, симметрия и прочее, они не выглядят какими-то такими, что сложно удовлетворить. То есть это требование накладывается на функции эволюции, что она должна удовлетворять каким-то следствием. Но ничего такого слишком сильного от этой функции, в данном случае, я не требую. То есть все выглядит достаточно реализуемо. Смотрим дальше. Что из этого следует? Из этого следует, что пространство изотропно, пространство однородно и время однородно. Теперь, вот это вот то, что следует, то, что время однородно, оно следует из симметрикростряциям во времени, пространство однородно, оно, собственно, тоже рассказал. Теперь, ну, вообще говоря, вот это все я рассказывал в рамках того, что вот мы, опять-таки, распадываем по одной гиперплоскости. Я вот еще не распадал перехода другого с тем отчета и прочее. Но, с другой стороны, у нас здесь наблюдатель первичен по отношению пространства-времени. Какое значение имеет, что наблюдает другой наблюдатель на других гиперплоскостях? Допустим, он наблюдает, что что-то наблюдает. Но как, влияет ли как-либо это на наблюдателя на разных гиперплоскостях, они, в принципе, могут наблюдать все, что угодно. Не суть важного. Одинаково они что-то наблюдают или совершенно разное, но ничто не мешает тому, чтобы они наблюдали разное. То есть, я сейчас чуть позже на этом остановлюсь чуть подробнее. Ладно, идем дальше. Вот, в общем, возникают следствия, что пространство из-за тропного однородное, время однородное. Что из этого возникает? Так. Да, сейчас вот как раз расскажу про инерциальную систему отчета. Или, куда-то я улетел. А куда я улетел? Не, это я наоборот. Так, теперь поговорим про инерциальную систему отчета. Что такое инерциальная система отчета? Это, ну, вообще говоря, назову инерциальную систему отчета такие системы отчета, которые движутся прямолинейно и равномерно относительно друг к другу. Это, ну, в самом деле, это просто на повторение известных формулировок. Возникает вопрос, как перейти из одной инерциальной системы отчета в другую, до сущего плоского пространства. То есть, мы рассматриваем растущие гиперплоскостей, трехмерные гиперплоскости. А если тело не подвижно относительно гиперплоскости, то оно эволюционирует вдоль вектора времени. Если тело имеет какую-то скорость относительно гиперплоскости, то оно эволюционирует вдоль вектора, отличающегося от вектора времени покоящегося тела. И, получается, вектора времени и скорость перпендикулярны друг к другу, так как вектор времени лежит в гиперплоскости, вектор скорости лежит в гиперплоскости. Хочется найти, как перейти в систему отчета в следующую движущуюся телу. Так как покойщий тел эволюционирует вдоль вектора времени, то переходом в систему отчета, соответствующую движущему телу, будет переходить в такую гиперплоскость, где скорость нулевая, и тело эволюционирует вдоль вектора времени. Для такого перехода необходимо выполнить поворот гиперплоскости таким образом, чтобы вектор времени новой гиперплоскости соответствовал скорости тела на предыдущей гиперплоскости. То есть мы выполняем поворот так, чтобы в новой гиперплоскости после поворота скорость в этой гиперплоскости была равна нулю. Это переход в другую систему отчета. И да, вот здесь возникает эффект, что вот была одна гиперплоскость, вот мы пришли в другую гиперплоскость, и как эта международная общая игра связана. Здесь, что возникает для начала, какие следствия вообще возникают из вот таких вот подходов к тому, что инерциональная система отчета — это некоторая гиперплоскость. Первое следствие, которое возникает, это то, что инерциональное движение неотличимо от покоя. Здесь также возникает относительность одновременности. Откуда она возникает? Гиперплоскость — это, получается, содержит... Вот эта гиперплоскость содержит все события, которые одновременно относительны друг к другу. Мы переходим в поворот, поворачиваем гиперплоскость, и относительность и одновременно события, они меняются. То есть возникает относительность одновременности. Следующее. Ну, наблюдаемые разные ходы часов в разных системах отчета. Вот она тоже возникает из чего? Из того, что, собственно говоря, длина вектора соответствующего... Длина вектора соответствующей эволюции, единицы эволюции, скажем так, в разных... После поворота она остается все той же самой, но проекция на предыдущий вектор, кстати, она... Он становится другой. Возникает разность ухода часов. Наблюдаемые разность ухода часов. Так. Ну, следствие об одинаковости законов природы. Так как на уровне фенитального пространства введено направление, означает, что в порожденном пространстве времени фенитический закон одинаково всех, наверное, социальных системах отчета. Но, вообще говоря, это, собственно говоря, это уже было показано, по сути-то. Пространство времени... Пространство скоростей не может быть представлено одной гиперпроверности, а он следует множеству гиперпроверностей. Идем дальше. И вот здесь вот возникает вот тот эффект, ну, проблема с сегментами разложения и прочее, а именно не сохранение причинно-следственных связей при переходе между системами и отчетом. Откуда они возникают? Они возникают из того, что... Ну, вот рассмотрим мысленный эксперимент. Два наблюдателя решили наблюдать некоторое явление в какой-то пространственной области. Оба наблюдателя встречаются, каждый берет чистую тетрадь, куда будет записываться результат наблюдения. Затем первый наблюдатель остается, второй на чем-то там разгоняется до большой скорости подношения к первому наблюдателю. Так какой-нибудь, не суть важна, совершенно не важна. То есть можно даже и малый, можно малый, можно большой. Большой просто, ну, удобнее написать. Не обязательно. Можно скорость света, можно половину скорости света. То есть, да, какой это скорость, не суть важна. Дело в том, что просто выполняется поворот гиперплоскости для перехода в эту другую инверсиональную систему отчет. То есть, просто в случае большой скорости, наверное, это будет более, как бы, очевидно, когда поворот совсем уж маленький, но там будет более мелкий эффект. Так вот, каждый из них регулярно записывает наблюдаемые явления в условной области пространства. Затем они, второй наблюдатель, возвращается с часть первыми наблюдателями. И они сравнивают записанные в Тирайде результаты. Могут ли в Тирайде быть разные результаты? Ну, и тут что интересного возникает? Для ответа на такой поставленный вопрос можно вспомнить, что в рамках вот этой модели пространство-времени строится вокруг наблюдателя. И при построении пространства-времени оно строится на основе функции эволюции, которая требует выполнения причинности. Поэтому наблюдатель, они когда встречаются между собой, обмениваются информацией о том, что наблюдали, не суть важна, что наблюдал там второй наблюдатель. Первый наблюдатель, он всегда будет наблюдать то, что принцип причинности полностью выполняется. Не важно, что наблюдал второй наблюдатель. То есть второй наблюдатель может наблюдать полностью другую картину, но получается при поворотах, ну, точнее, при образованиях перехода с одной системы отчета в другую систему отчета у наблюдателя меняется прошлое. В том плане, что происходит автоматическое, что называется, самосогласование результатов наблюдения. По причине того, что в каждой из гиперплодкостей должен выполняться принцип причинности, и функция эволюции, она удовлетворяет принцип причинности. То есть, что получается? Два наблюдателя, разных наблюдателей, могут в рамках вот этой модели наблюдать совершенно разные результаты, видеть совершенно разные результаты наблюдения, в одной и той же области пространства условленные, когда они движутся относительно друг к другу. После чего, когда они встречаются, они будут наблюдать одно и то же. При этом, в рамках, опять-таки, этой модели наблюдатели, которые находятся в одной инерциальной системе отчета, которые не движутся относительно друг к другу, они всегда будут наблюдать одно и то же. Это, опять-таки, откуда-то возникает из-за того, что функция эволюции строится таким вот образом. Но наблюдатели в разных системах, они могут наблюдать совершенно разные, но когда один наблюдатель пошлет сигнал другому о том, что я наблюдаю такое-то, тут возникает вопрос, а что первый наблюдатель получит? То есть, получит он информацию о том, что второй наблюдатель наблюдает что-то отличное, отжидаешься, что-то такое, что нарушает причинность. И снова, нет, он не может эту информацию получить в принципе, причине того, что эволюция, функция эволюции, она требует выполнения принципа причинности. То есть, неважно, что по своей стороне наблюдателя, каждый из наблюдателей всегда будет получать информацию о принципе причинности в его гиперплоскости, в его системе отчета. Здесь наблюдатель, он первичен по отношению, собственно говоря, к наблюдению, по отношению ко Вселенной, к пространству времени. В общем, получается, если бы наблюдатель каким-либо образом смог увидеть результаты наблюдения в разных системах отчетов, то, в принципе, он мог бы увидеть, что они отличаются. А вот эти переходы, они приводят к тому, что они получаются одинаковыми при с лечением результатов. За счет чего это вообще может возникать разность? В том, что у нас гиперплоскости поворачиваются друг по отношению к другу, и наблюдаемо это всякие эти физические поля, которые, получается, мы наблюдаем. Это есть проекция фонаментального поля на вот эти вот гиперплоскости, которые, они, соответственно, после поворота не могут различаться. Разложения могут различаться. В результате чего? Что события могут различаться. Здесь вот возникает вообще говоря отказ от одного из постулатов физики, то, что в разных системах отчета мы наблюдаем одни и те же объекты. Здесь можно наблюдать разные объекты в разных системах отчета. Но тут возникает следующий момент. Да. Являются преобразования изоморфными или нет, зависит от того, есть ли часть поля, что не входит в наблюдаемое состояние. Что это значит? Что если у нас же мы раскладываем поле, фундаментальное поле по некоторым базису функции, если весь этот базис функции он преобразуется в то, что мы можем наблюдать, то есть некоторые частицы, поля, то в этой ситуации мы можем говорить про изоморфность, но при этом изоморфность, поворот в результате состояния. Но при этом можно сказать, что это не та изоморфность, которая... Это не значит, что частица переходит в частицу, что одно, что в одной стиме отчета там была одна частица, в другой стиме две частицы, причем разные частицы. Просто изоморфность в данной ситуации означает, что можно на основе состояния в одной стиме отчета получить состояние в другой стиме отчета. То есть посчитать, где тут частица была, тут такая частица будет. То есть такая заморозность. А если у нас не получается выполнить разложение поля по такому байсу функции, собственно говоря, что получается? Для того, чтобы что-то наблюдалось в рамках этого разложения, нужно выполнять разложение поля по байсу функций, которые будут выглядеть определенными группами симметрии. Там всякие су-3 и тому подобное. Если часть функций, по которым мы рассказываем, они не удовлетворяют этим группам симметрии, то получается часть разложения становится ненаблюдаемой. Мы это напрямую наблюдать не можем. Это получается не частица. И в этой ситуации возникает незаморозность переходов. Теперь преобразования должны терять достаточно мало информации, чтобы наблюдатель мог переходить между системами отчетов. С чем связано это требование? С тем, что мы в процессе нашей жизни всегда же двигаемся, не всегда стоим на месте. Соответственно, если бы при переходе между системами отчета был слишком большой объем потери информации, то в этой ситуации, что это означает, что мы бы существовали в одной системе отчета, чуть-чуть двинулись, а там уже нету наблюдателя. Да, то есть потери информации должны быть достаточно малыми. Да, в этой ситуации возникает, что наблюдатель должен иметь многократно дублированную информацию, чтобы быть устойчивым к потере информации при переходах. Ну, это, конечно, степень этой многократной дублирования, вообще говоря, зависит, опять-таки, от того, насколько существенны потери информации при переходах. Если их достаточно мало, то не сильно дублировать требуется, если много, но, соответственно, побольше потребуется. Но сам себе вот эти переходы должны быть возможными. Идем дальше. Собирая все вместе, показано, что инерциальное движение неотличимо от покоя. Пространство изотропно, пространство однородно, время однородно. Что из этого следует? И тут можно вспомнить про Игнатовского, который в 1910 году показал, что напрямую из полученных выше свойств следуют вот такие преобразования, где π равняется вот этому вот. То есть это, вообще говоря, по сути, преобразование Лоренца. Ну, здесь единственное что. Аналогичные преобразования Лоренца, отличие только в том, что вместо единственной ц квадрата стоит некоторое n и неопределен знак. Вот знак перед n может быть плюс, может быть минус. И тут, вот, собственно, что далее. То есть мы получили какие-то свойства, и из этих свойств мы получили, что преобразования пространства-времени должны быть влиять вот этим вот свойствам. Следующее, что можно получить, это то, что, собственно говоря, экспериментально померить и получить, что, вообще говоря, это вот n должно иметь знак минус, n должно иметь такое-то значение, что единица там на c квадрат. Это, собственно говоря, объяснение, почему, вообще говоря, имеются преобразования Лоренца, почему имеется конечная скорость света. Ну, точнее, здесь можно заметить, что вот если n равно 0, то мы получаем преобразование Галилея. Но тут до случая n равно 0, это не очень стыкуется в целом с теорией, в том плане, что как здесь получить относительность одновременности, потому что поворот гиперпостон приводит, однозначно приводит относительность одновременности. И здесь получается, что вот это n, оно не может быть равным 0. Идем дальше. Вообще говоря, вот можно сказать, что преобразования Лоренца уже получены, но можно пойти более традиционным путем для получения опять-таки те же самые преобразования Лоренца. Более традиционный путь – это просто напросто ввести по словам это максимально скорость взаимодействия, которое откуда-то берется, и там уже вот, собственно, вот только его вводим, немедленно получаем специальную теорию действительности. Там в прошлый раз я там вводил получал это преобразование Лоренца там каким-то путем, там была ошибка. В общем, сейчас я хочу в том числе еще традиционным, что называется, путем пойти. И как можно получить ограничения по максимальной скорости взаимодействия? Ну, просто накладываем дополнительные ограничения на функцию эволюции состояния, чтобы она должна там обладать вот таким-то свойством, чтобы возникала эта максимальная скорость. После чего получается уравнение специальной теории относительности и преобразование Лоренца. Но вот здесь я в рамках доклада его приводить не буду, просто можно загнуть в Волнау Лишиц. По сути, все сделано здесь, и можно встретить кучу учебников. Тут, что важно, это вот это вот, ПЛ-образное преобразование, что не получается вообще напрямую. И вот каждое из этих свойств, оно получено, которое приводит к ПЛ-образным преобразованиям. И вводя дополнительные требования на максимальную скорость взаимодействия, мы получаем преобразование Лоренца. При этом можно опять-таки заметить, что, хотя я это уже говорил, что вообще говоря, в рамках вот этого фундаментального пространства, в рамках этой теории, никаких взаимодействий с каких-то скоростей, взаимодействий и прочего ничего нет. С динамики нет скорости, нет частиц, нет. Каждая точка, наверное, напрямую влияет на другую скорость. Вот это возникает при наблюдении. Идем дальше. Теперь перейдем к... То есть я тут считаю, что специальная теория теория получена в полном объеме. Теперь идем дальше и смотрим, что возникает, если... Вот до этого я рассматривал плоские гиперплоскости. Но, допустим, по каким-то причинам не получается построить такую функцию эволюции состояния, чтобы она использовала плоские гиперплоскости, что требуется какая-то искривленная гиперплоскость. То есть мы состояние раскладываем не на плоскости трехмерной, а на трехмерной гиперплоскости. И что... Ну, по причине того, что на трехмерной гиперплоскости не получается ультопинцев причинности. Смотрим, что возникает в этой ситуации. То есть возникает кривизна наблюдаемого пространства. Рассмотрим следствие. Наличие кривизны приводит к появлению вот этого пространства, которое наблюдается, некоторого эффективного поля эквивалентного наличия ускорения. Почему оно эквивалентное наличие ускорения? По причине того, что... Ну, в рамках этой теории... Что такое скорость? Это просто поворот гиперплоскости. Соответственно, наличие кривизны это эквивалент ускорения. Наличие кривизны этого пространства. Также можно отметить, что эффективные поля в порожденном пространстве разделяются на два типа. Первое. Это поля, являющиеся некоторой проекцией фундаментальных полей на гиперплоскости. Мы раскладываем фундаментальные поля на гиперплоскости. Это один тип. Второй тип это поле, которое образуется как результат наличия кривизны у гиперповерхности, по которой, собственно, вот эти поля фундаментальные, они раскладываются. То есть здесь возникает два типа полей, которые между собой принципиально отличаются. Идем дальше. Поговорим про универсальность вот этого поля, которое получается. Поле, образовавшись как результат наличия кривизны у гиперповерхности, зависит от всех других эффективных полей. То есть оно строится как? Оно строится так, чтобы эволюция разложения фундаментального поля по этой гиперповерхности, чтобы оно удовлетворяло принцип причинности. Соответственно, вот эта самокривизна, искривленность, оно полностью определяется вот этими другими полями. Само от себя оно вообще никак не зависит. И оно получается, что оно универсально, в том плане, что оно зависит от всех других разложений. То есть от всех других полей разложений. То есть это возникает, что вот это вот искривленное поле, искривленность гиперповерхности приводит к появлению универсального поля, которое взаимодействует со всеми другими полями. Ну, при наблюдении, что получается. Можно говорить, что это поле, является порожденным пространством универсального, взаимодействует со всеми другими полями. И поле, обладающее такими характеристиками, известно. Это гравитация. Теперь поговорим про принципы эквивалентности. Субравитация, ускорение, получается, проявление одного и того же процесса, это процесс поворота касательно гиперплоскости в фундаментальном пространстве. Ну, это, собственно говоря, из того, что я уже говорил, что скорость, это угол поворота, получается, одно гиперплоское по отношению к другое. Средство ускорения, это просто процесс поворота, это самое гиперплоскости. Средство ускорения, это и есть процесс поворота. Это означает, что в этой модели появляется сильный принцип эквивалентности. Но еще раз повторяю, что гравитация в такой модели зависит только от других полей, но никак не зависит сама от себя. Теперь, для дальнейшего рассмотрения нужно ввести понятие массы и инерции. Вывод массы и инерции в данном докладе не рассматривается. Предположим, что в рамках рассматриваемой гипотезы как-то можно получить инерционную массу и инерцию, и рассмотрим следствие. Вообще говоря, в рамках всего этого у меня получена и масса, и инерция. Но для того, чтобы это объяснить, это требует введения рассказа про то, как получается квантовая механика. Это длинный рассказ, поэтому вот это я все пропускаю. Здесь предполагаем, что как-то эта масса и инерция получены, и смотрим следствие, что из этого возникает. Далее. Выше получены специальные теории относительности. То есть, например, получены все преобразования Лоренца, все следствия. Из нее, в частности, следует, что в декарте системе координат интервал определяется вот такой-то формы. Ну, собственно, всем это известно. Ну, происходит, что вот находят там свет, которая какая-то универсальная скорость света, максимальная скорость взаимодействия. В инерциальной системе отчет квадрат интервала является, опять-таки, вот это тоже, в принципе, всем хорошо известно, квадратичная функция дифференциалов координат. Посчитаем движение поля в агрессионном поле. Вообще, для уравнения движения тела в агрессионном поле, ну, или просто в искривленной метрике, что получается. Просто мы берем дифференциалы от координат, четвертый мер координат с интервалом. Ну, и, собственно, получаем вот такие вот уравнения. Ну, это, собственно, хорошо известно уравнение, которое возникает просто из вот этого уравнения. Все достаточно просто получается. Ну, идем дальше. Теперь, какие уравнения гравитационного поля здесь в рамках вот этого всего получаются? Пусть имеется некоторый искривленный гиперверс и следующий ей пространство-время. Как выглядит действие некоторой физической системы в этом пространстве-времени? И действие для физической системы в каком-то поле обычно выглядит вот так вот. То есть это действие от массы, действие от поля и действие от изуманного действия поля с этой массой тела. Но до случая, когда мы рассматриваем такое поле, которое зависит, по сути, только от других полей, оно не является самостоятельным, оно вообще, зачем оно вводится? Это поле вводится для того, чтобы у нас выполнялся принцип причинности. Что это означает? Что вот у нас есть какое-то действие, оно в плоском пространстве, это действие для массы, оно отлично от нуля. Тогда мы вводим искривление пространства так, чтобы это действие поля, возникающее от искривления, плюс действие самого, собственно, действия для массы, чтобы оно уравнялось нулю. И тут возникает, в этой ситуации возникает, выполняется принцип причинности. Соответственно, мы говорим, что действие взаимодействия массы и поля должно быть равно нулю. И тогда действие вот этого вот должно, ну, в суммарном действии движения какого-то тела в искривленном пространстве должно равняться в сумме массы, действия массы плюс действия, собственно, гравитации. То есть еще раз, гравитация вводится только для того, чтобы действие поля плюс действие гравитации равнялось нулю для выполнения принципа причинности. То есть мы вот в этом четырехмерном эфлидном пространстве искривляем поверхность, по которой идет разложение поля, таким образом, чтобы на ней выполнялся принцип причинности. Теперь. Ну, это действие поля? А, так это действие для фишек стен в каком-то поле, в каком-то поле, что оно обычно выглядит вот так, вот что написано. А вот, а это, это уже когда, это уже специфично для гравитации. Так, то есть вот Sg, это вводится как действие гравитации. И идем дальше. Теперь можно перейти к выводу уравнений гравитационного поля. Эти действия, эти уравнения получаются с принципа наименьшего действия. То, что мы требуем, чтобы вариация действия равнялась нулю. Ну и, собственно говоря, как я уже говорил, что вариация действия, она должна быть таким, чтобы сумма действий, масса действий поля, гравитация, но равнялась нулю. Ну и действие гравитационного поля, и может стоять в анавличесе, но, собственно, как считается, там просто берется какой-то некоторый скаляр, там интеграл по объему. Ну, скаляр там тоже понятно, как находится, там, собственно, особого выбора нет, там используется тензоричие. И вот считается, каким-то образом получается действие для гравитационного поля. Теперь вариация массы, там тоже, ну, можно опять-таки загнуть в анавличес, как считается, там тоже особо нет большого выбора, что получить. Она получается вот такая вот, где там ТЭК, там тензор энергии импульса. Идем дальше. Таким образом, с принципа наименьшего действия вариация действия должна равняться нулю. Ну и отсюда находим, что вот это вот должно все равняться нулю. Ну и отсюда получаем окончательное уравнение гравитационного поля, которое хорошо известно, собственно, это уравнение Эйнштейна, которое описывает гравитацию. Что здесь существенно нового по сравнению с тем, что было? Уравнения, они как бы хорошо известны, они не новые. Новое заключается в том, что действия, как вводились Эйнштейном, они просто были постулированы. И здесь всегда была большая проблема о том, что в тензоре энергии импульса, вот в ТЭК, отсутствует вклад от самого гравитационного поля. И это является совершенно никак необъяснимым. Тут имеется много попыток построить теорию, какую всевозможную теорию, где в тензоре энергии импульса был бы вклад от гравитационного поля. Но здесь в рамках вот этой вот теории это вклад от гравитационного поля, но в принципе быть не должно. То есть здесь это четкий ответ, почему нет. В том, что имеется общая вероточительность ответа, на это вопрос, почему нет вклада, собственно, самого гравитационного поля в тензоре энергии импульса, ответа нет. Здесь я ответ даю. Это существенно новый результат. В целом, что можно сказать? Что специальные теории относительности получены, уравнения общей теории относительности получены, при этом получены они очень необычным результатом. Они получены отказом от реализма. Они получены при помощи перехода к субъективному идеализму, когда в разных схемах отчета, получается, что наблюдатель там привлечет к отношению к Вселенной, на фундаментальном уровне отсутствие времени и динамик. То есть время не является каким-то фундаментальным явлением, оно возникает в процессе наблюдения. То есть это вот такие вот большие отказы от по многому фундаментальных концепций физики и философии. Здесь можно сказать, что идет отказ от наиболее ключевых концепций теоретической физики и от предосмысления ключевых концепций философии. Какой из этого получается результат? Результат, как я вижу, вроде бы хороший. Причем вот в рамках всего этого здесь получены только специальные общие теории относительности. Из всего этого легко получаются еще и квантовые механики. То, что я не рассказывал. Но согласование, построение теории, которая бы включала в себя общую теорию относительности и квантовые механика, является очень сложной, серьезной проблемой, которая до сих пор, собственно говоря, никем не решена. Здесь, опять-таки, это легко и просто возникает в рамках этой модели. То есть в чем она возникает? По простым и естественным путям. Если смотреть дальше, опять-таки, ну вот этот момент я совершенно ничего не рассказывал, в рамках этой модели можно легко получить там О1, СО2, СО3 симметрии. То есть это все симметрии стандартной модели. Опять-таки. Ладно, перейдем дальше. Можно ли как-то проверить данную модель? То есть является ли данная модель фальсифицируемой, то есть удовлетворяет ли она критерию Коппера? Есть ли у этой модели киевые предсказания? Да. У этой модели есть предсказания. Ну, во-первых, это обнаружение некоторой абсолютно системы отчета или эфира. В данной модели все инерциальные системы отчета между собой равноправны, и это принципиально свойство модели. Если будет обнаружить какая-то абсолютная система отчета, это будет означать, что, ну, собственно говоря, что теория неверна. То есть эта теория несовместима с абсолютной системой отчета и несовместима с возможными эфирами. Далее. Нарушение эквивалентности гравитационной инерционной массы. Это связано с тем, как строится гравитация, собственно, расположение. Нарушение этого принципа означает напряжение гипотезы, которое, ну, вообще, гранирует с самыми модификациями этой теории. То есть здесь необходимо, однозначно необходимо выполнение сильного принципа эквивалентности. Он просто напрямую следует из модели этой теории. Обнаружение гравитона и квантовой гравитации. Да, из вот этой теории следует, что квантовая гравитация и наследственная гравитона существовать не может. Что квантовая физика, она возникает, ну, в общем-то, как в процессе разложения поля по вот этим гиперповерхностям. Она обладает одними свойствами, а гравитационное поле, оно обладает существенно другими свойствами. Оно, собственно говоря, это та поверхность, по которой, собственно, эти разложения идут. Ну и обнаружение какого-либо поля, которое не взаимодействует с гравитацией. Что это значит? Что это нарушение универсальности гравитации. То есть если у нас гравитация не универсальна, опять-таки означает, что данная теория не верна. То есть она должна быть универсальна. Что у нас дальше? Так. Да. Еще. Если... Какой-либо эксперимент с новыми результатами? То есть это с новыми результатами что означает? Это какой-либо эксперимент, который бы отличался... который бы предсказался этой теорией, который бы отличался от предсказаний широко принятых теорий, таких как квантовая теория поля и общей относительностью. Вообще говоря, на данный момент такого эксперимента нет, я его предложить не могу. С чем это связано? С тем, что на данный момент я теорию все еще развиваю. И основное, на чем я сосредоточен, это получить четкое согласование этой теории специально общей относительности с квантовой механикой, со стандартной моделью. Это как бы на мой взгляд сделано, но еще нужно много чего поуточнять, более точности это сделать, и что работать немало. На данный момент выведено СТО, АТО, показано, как получается квантовая механика. Показано, что несмотря на особый тенизм моей теории наличия скрытых параметров, она согласилась с принципом непределенности гейзердима регенерации Белла. Показано, что в модели теории имеются вот такие симметрии стандартной модели. Эти симметрии, причем, что интересно, они получаются совершенно естественным образом, то есть для них не нужно вводить никаких предположений, еще что-то, они сами собой, можно сказать, возникают. По СТО, и от того я оцениваю текущее состояние теории, как хорошо развиты по квантовой механикой стандартной модели. Есть еще чем заняться, чтобы сделать описание более наглядным и простым. Ну и, собственно, там те же симметрии не очень красиво выведены пока что. При этом можно однозначно утверждать, что дальнейшее развитие от теории приведет к новым предсказаниям и к возможности к стандартной проверке теории. В каких областях, возможно, эти новые предсказания будут, если не будут? Собственно говоря, скорее всего, они будут означать, какие-то предсказания, они, наверное, будут связаны с нарушением локального реализма. То есть, потому что здесь эта теория интерпромиссическая, и то есть где-то что-то с локальным реализмом будет нарушаться. Может, где-то еще что-то. Тут, на самом деле, сложно пока что-либо сказать. Что тут есть? Вообще говоря, на данный момент имеются эксперименты, которые показывают нарушение локального реализма. Например, они интерпретируются как нарушение локального реализма. Это эксперименты по проверке Неранса Белла. Они показывают, как бы, они, с одной стороны, отвергают скрытые параметры, эти результаты. С другой стороны, достаточно хорошей точностью, там, снимал количество сигм, показывают, что, ну, интерпретируются как нарушение локального реализма. Это можно рассматривать как аргумент в пользу моей теории, но такой, знаете, неоднозначный аргумент, потому что все-таки предсказание-то не такое, не в числах, а в качественной. В какой-то степени. Но, можно сказать, что похоже на то. Так, какие еще, собственно говоря, аргументы в пользу этой теории? В рамках этой теории показано, что можно понять о происхождении Вселенной. В рамках этой теории не требуется сингулярность, какие-то там для происхождения Вселенной. Не требуется большой взрыв. Черные дыры, они являются, ну, здесь тоже возникает, потому что общая сингулярность возникает, но в них сингулярность – это просто наблюдаемый феномен на фундаментальном уровне, на фундаментальном пространстве. Никаких сингулярностей нет. Теория, если она верна, она применима к любым энергиям. Она применима к любым энергиям в том плане, что энергии-то здесь, получается, на фундаментальном уровне нету, поскольку там ничего нет, естественно, энергии там нету, но и получается, что сама теория не имеет никаких энергетических ограничений. Так, заключение. Ну, собственно, я, собственно, почти все рассказал, что предложенки, позволяющие построение пространства в риме с метрикой пространства Минковского на эвклидном пространстве без времени и динамиками. Вот этот момент, обратите внимание, что строю я вот эту метрику пространства Минковского на эвклидном пространстве. Это, вообще говоря, если почитать учебник, например, там, не знаю, какого-то Хокинса и Эллиота, это невозможно сделать. То есть, там, ну, четко написано раньше, что нет. Да, если вот такая метрика, то вложена гиперплоскость, поверхность с другой сигнатуры не получить. У меня она получается. За счет чего она получается? У меня получается за счет того, что идет отказ от реализма. То есть, вот в этих, у того же Эллиота Хокинса, в его книжках, ну, это, собственно, в других авторах, вот это вот, невозможность построения вложенной гиперплоскости, гиперплоскости, там, с другой сигнатурой, оно неявно используется как постулат реализма. У меня идет отказ от этого постулата, но в рамках этого спокойно получается, вложена получается гиперплоскости с другой сигнатуры, чем у пространства, в которые гиперплоскости вписываются. Показано, что гипотезы следуют принципы причинности, энтропный принцип. Это тоже, как бы, такие моменты, что у нас же наблюдается вот эта проблема тонкая стройка сиренной. Здесь это совершенно легко и просто решается. Показано, что гипотезы следуют сильные принципы появляться стегритации, ускорения, выведенности, принципы и постулатные, которые основаны в специальной обществе получены при образовании Лоренца и равнине Эйнштейна. Так, ну тут немножко литературы. Ну, это, собственно говоря, наверное, и все. Да, ну здесь можно еще сказать, что из этой же, в рамках этой же теории, показано, почему возникает при образовании Лоренца, почему возникает ограничение на скорости, то есть почему нужна максимальная скорость взаимодействия. Ну, это вот из того, что я рассказывал о ПЛ-образах по образованию, которые возникают после из однородности времени и пространства. Ну и, в общем-то, все получается. Рассказал. Прежде чем мы начнем задавать вопрос, я хочу зачитать вопрос, который пришел по интернету. Приветствую. Пропускаем. Вот вопросы. Значит, поскольку, скажем Тейн, есть разумные наблюдатели, есть Вселенная, то следует отсюда, что большая разумность сложнее Вселенная и наоборот. С какого уровня разумности возникает Вселенная? Ну, давайте тут три вообще, или четыре даже. Да, но тут сложный вопрос. Наверное, Вселенная возникает, я думаю, что в тот момент, когда наблюдатели начинают себя самосознавать. То есть, если говорить, ну, с учетом того, что в рамках этой модели наблюдатель первичен по отношению к Вселенной, то у нас, получается, Вселенная возникла в тот момент, когда первый наблюдатель себя самосознал. Если говорить о том, что у нас, ну, допустим, предположим, что у нас есть только человечество во Вселенной, ну, я не знаю, так или так, есть инфантяне, если, допустим, первый человек, я не знаю, это миллион лет назад появился то наша вселенная облила бытие миллион лет назад все до этого она была только потенциально бытие то есть нет нет четырехмерного пространства существует неизменно статично кустана да но а это вот математически провести назад можно но не было наблюдать трубать наблюдал откуда и как появился разумный наблюдатель он должен появиться сразу мгновенно разуме это а сейчас подумаю это как бы опять-таки переход вопросы переходные переходности вот он наблюдать частично разумный частично неразумные как вот это происходит тут во многом можно что что не знаю но вот а ну как только наблюдать сам себя осознает вот тогда наверное он становится достаточно разумным пока он сам себя не осознает что вообще есть тогда этого недостаточно вот тут значит следующий вопрос вы только что на него ответили и вообще кого вон считать разумным а если разумный наблюдатель потеряет разум будет бессознание вселенная пропадет а неразумный останется если допустим рассмотрим ситуацию у нас есть а вселен в которой только один наблюдатель других наблюдателей в ней по каким-то причинам нет пока этот наблюдатель существует как бы и способен к наблюдению вселенная существует опять-таки заметь что на вселенной существует только субъективно то если смотреть на это всего самого вселенова как бы со стороны это просто на books в той точке генус в тех местах гену celebration то просто потому что ну да там есть конкументальное поле оно имеет какое значение там не времени нами ничего нет время динамика на возникает только при наблюдении наблюдателя которые вот в этой как бы вселенной есть как только Wellington теряет разумность но вселенная исчезают они от наблюдателя она вселенной может сказать что переходит состояние потенциального существования до тех пор, пока не появится другой наблюдатель. То есть вот эти все разложения поля, проекции, выполнение принципа причины, их, наверное, можно по-прежнему построить, но пока нет наблюдателя, но это просто становится математически... Да, пока когда наблюдателя нет, просто математическая абстракция становится. Ну, в принципе, понятен. Тут даже бессмысленно спорить. Это основной принцип, как бы, доходят. Так что ваша позиция понятна. Я думаю, что вы ответили на вопрос интернета. Теперь я прошу поздно, пожалуйста. Ну, я, наверное, отчасти как бы... Вы бежали этим же вопросом. Тем не менее, у меня два простых вопроса. Я, конечно, не знаю, что все принципы там совсем бесподадают, но первое, что я хотела вас спросить, что вы, как вы, знаете, а, конечно, главное, что это сознание, да, сознание. Определение этого сознания. Ну, сознание, как бы, не знаю, что такое сознание. В общем, я могу сказать... Сознание. Да. Есть наблюдатель, который как бы сам себя ощущает, вот у него и вот сознание, это, наверное, его самоощущение. Самоощущение некоего наблюдателя есть вот это вот сознание. Наверное. Он говорит вселенную, так? Но наблюдатель периодичен под отношением к вселенной, да. Хорошо, пусть будет так. Если наблюдатель истребляется, я не буду лишать его разума, как вот в том вопросе. Просто не существует наблюдателей. Но вселенная, само слово такое, оно вселенная, подразумевает этимологию, что там кто-то вселил. Ну, как-то так, да. Но мир... В общем, если нас не будет, никого не будет, наблюдателя не будет, почему должен разрушиться вот этот мир и материя, и все же... Она не разрушится. Почему она исчезнет? А по причине того, что... Если это всего лишь сознание наблюдателя, то тогда все остальное... Но смотрите... Куда она денется, если нас нет? Да, смотрите, опять-таки теория вот это все основана на том, что на фундаментальном уровне есть четырехмерное впреднепространство с определенными какими-то полями. Вот что такое Вселенная в каждом данном моменте времени? Это просто вот проекция... В общем, проекция поля на какие-то гиперплоскости. А без наблюдателя это просто какая-то математическая абстракция. То есть, да, вот эти вот проекции прежде можно будет построить. Прежде можно будет... Я прошу прощения, довести вашу теорию до логического завершения. Истории тоже не существует. Ведь тех наблюдателей уже нету. Вот та часть Вселенной уже не существует. Там много всяких средств и не только... Но насчет не существует я не согласен. Кусками она отмирает, что ли? Нет, я не согласен. То есть, вообще говоря, вот это вот, это этернализм. Она основана на этернализме, что каждый из нас существует одновременно в куче, ну, во всех подряд точках времени, что называется. Тогда будьте любезны определение Вселенной. Это все. Вселенная – это то, что мы наблюдаем. Наблюдаем, включая то, что на нас влияет ручий космос. А то, что мы наблюдаем за гранью нашего наблюдения, учитывая несовершенство наблюдательных средств человека, краткость его жизни. Не, но оно же на нас все равно как-то влияет. Оно тоже исчезнет. Когда мы... Ну, то есть, когда наблюдатель исчезнет, оно тоже исчезнет. То, что за гранью наблюдания... Они суть важны. Если нет наблюдателя, то Вселенной и материи не существуют. То есть, наблюдатель привечен к материи и пространству. Наблюдаем пространство. Взгляд определения сознания и Вселенной надо тогда как-то... Иначе возникает очень много разных толкований. Ну, тут, наверное, надо приравнять как-нибудь сознание к наблюдателю, что-нибудь в таком духе. Может быть, как-то так. Ну, поднимай, я могу тут вмешаться немножечко. Вообще, ведь было сказано, что существует как бы четырехмерие существует объективно вне наблюдателя. То есть, по существу наблюдатель нужен для того, чтобы создавать структуру в этом четырехмерии. То есть, исчезает наблюдатель, исчезает какая-то структура, которую мы называем системой отчета данного наблюдателя. Но само четырехмерие остается, в общем-то, только оно становится невоспринимаемым, так сказать. Вот эта вот структура нужна для того, чтобы как-то воспринимать эту реальность. Я это понял именно таким образом. В четырехмерии никуда не девается. Оно не зависит от того, как мы наблюдаем. Вот она связана с... Еще один наблюдатель, который наблюдает за этим наблюдателем и миром. И есть еще третий наблюдатель, который наблюдает за тем, тем, тем. То есть вот получается там усложнение идет по увеличению наблюдателей. А зачем? Если есть наблюдатель, который наблюдает за другим наблюдателем. Что это означает? Варианты. Оба наблюдателя находятся в одной системе отчета. В этой ситуации они наблюдают одно и то же. То есть согласно вот этой модели, строим получается, они в одной гипплоскости они наблюдают одно и то же никакого усложнения если находится один находится в разных гипплоскостях но они друг друга наблюдают из прочей за что означает изначально функция валют одинаковая но они находятся в этой ситуации опять-таки никакого усложнения просто они могут наблюдать несколько разное некоторое отличие то что то что я рассказывал про нарушение причины следственной связи при переходе между системами расчета что сознание это как импульс которые каким-то образом изменяет точку вот в этом четырехмерном фоновом пространстве я так не осознание чего не меняет сознание феномен от 4 от это четырехмерное пространство за и полностью зависимо от него это феномен а не феномен эпифеномен как получается что у наблюдателя третьего порядка вот третий который уже наблюдает и первого и второго так если они друг другу наблюдателя один наблюдают другого то есть 1 2 и и 2 1 и наоборот то есть они все равноправные получается но если они нет нет никакого порядка между ними один первого порядка второго порядка они все одинаковые и они равноправны между собой получается что если появляет последний исчезает на сознательное сознание то значит исчезает все это как бы не совсем непонятно какая взаимосвязь между тем что наблюдатель смотрит значит получается из той системы наблюдатель не должен видеть того третьего почему может то есть наблюдает он может наблюдать все что угодно что это вписывается в его функцию эволюции и в его разложение поле по гиперпоскому более того если можно сказать что вообще говоря в принципе с учет того что вот эта физика здесь строится вокруг наблюдателя совершенно неважно где там кином удать сколько дать неважно какие они действуют здесь действие наблюдателей полностью описываться как будто этими разложением фономер на поле по гиперпоскому то есть от наблюдателя на самом деле ничего не зависит то есть здесь полный дотермина что они действуют четко прописано каждый в каждой точке и состояние наблюдателя понятно наблюдатель сам по себе ничего сделать не может объективно наблюдатель существует в каждый каждый момент временем что это означают что вот есть мы и вот а точка зрения фундаментальный пространства мы как бы может посмотреть что мы существуем а сказать одновременно во всех момент время когда на нашей жизни одновременно все эти моменты с точки зрения фундамента по станции полностью равноценны а вот наше сознание эволюция это просто получается переходы но возникает как результат наблюдения при переходах в пространстве это четырехмерном пространстве то есть еще раз мы получать существуем одновременно во всех во все все моменты времени здесь получается этернализм здесь в отличие от концепциями растущий блок вселенной здесь вот именно что все все направления все точки зрения полностью полностью одинаковые и наблюдатель существует наверное во всех моментах время когда он когда-либо существовал с точки зрения фундаментального пространства может если смотреть как-то так я немножко рассказал но постарался финагеев владимир васильевич вопрос такой дайте какое-то определение времени чтобы было понятно что наблюдатель существует одновременно во всех моментах времени время в данные в рамках данной модели это параметр эволюции системы какой параметр это просто некий правء в три революция системе а вот что соответствует этому параметру этом параметр эволюции соответствует расстояние а между гиперповерхностями вдоль кривой эволюции зачем это расстояниé отличается от обычного пространственного расстояния ничего это просто расстояние. Где же время? А тем, что вот это расстояние является параметром эволюции в уравнении. И оно приводит к эволюции. То есть вот у нас берем гиперплость, сдвигаем ее последовательно на какое-то расстояние. И вот разложение... Простите, слова имеют какое-то значение. Нельзя же так взять все смешать в одну кучу. Вообще взрыв мозга происходит. Это такое, знаете, как это называется-то? Дэвид Копперфилд отдыхает, что называется, да? Все-таки расстояние и расстояние. Есть какое-то различие у времени и расстояния? Никакого различия нет. За кучением того, что часть расстояния это то, что расстояние, то, что мы можем наблюдать. То есть это когда проекция... Мы можем взять трехмерную гиперплость, здесь мы расстояние можем мерить. Мы можем как наблюдатель существует во всех расстояниях, тогда получается, да? Не, ну наблюдатель здесь, да. Одновременно. Одновременно, ну, получается, да. В том плане, что... Что означает одновременно существует? В том плане, что в каждой... С точки зрения как бы фундаментального пространства, где нет ни времени, динамики, вот там... Как же нет времени, когда есть расстояние у вас? Значит, должно быть. А с чего бы? Расстояние не значит время. Откуда здесь... Вы сказали, что расстояние и время. Нет, я сказал, что расстояние является параметром эволюции в уравнении. А в эти уравнения... Вот мы рассматриваем все множество всевозможных гиперповерхностей. На этом множестве... Из этого множества выделяем все множество гиперповерхностей, которые позволяют сделать такое разложение, чтобы там выполнялся принцип причинности. Из этого множества мы выделяем гиперповерхности и разложение. Да нет, подождите. Ну, математик может говорить все что угодно, но для физики что-нибудь оставьте. Объясните, как то, что я рассказывал... Это существует одновременно во всех моментах времени и в то же время время является расстоянием. Смотрите, что значит в одинаковые моменты времени во все моменты времени. Это можно сказать с точки зрения фундаментального пространства. Только с точки зрения фундаментального пространства гиперповерхностей времени-то нет. Тут важно, что наблюдает наблюдатель. Наблюдатель наблюдает то, что он существует только в конкретный момент времени. Но это наблюдает он, собственно, на протяжении всего времени своего существования вдоль кривой, которая ему соответствует. Ну, хорошо, вот, допустим, что заставляет наблюдателя видеть Луну? Это я рассказывал. Это то, что я показывал. Отличие вектор сцене наблюдателя, когда он... Так, ну, давайте, собственно, покажу. Ужена-то физическое тело или это вообще фикция? Фикция. Соображение. Да, собственно говоря, в рамках вот этой теории элементарной частицы, поля, материи – это фикция. Это просто-напросто, опять-таки, разложение поля, которое удовлетворяет определенными свойствами. Например, элементарная частица – это разложение поля по таким функциям, которые имеют некоторые групповые свойства, ну, групповые симметрии. И при взаимодействии с наблюдателем, который тоже стоит из таких же функций, наблюдается некоторое эффект. Это мы берем, например, уравнение Клейна-Флока, вводим вот эти симметрии, которые соответствуют вот этим функциям. И, собственно, получаем... Хорошо, как Луна-то возникла из уравнения. Какая-то материя нужна какая-то? Никакой материи. Откуда чего нет? То есть в рамках, еще раз, в рамках этой... В рамках этой теории есть вот просто поле какое-то, которое не является классическим неким фантомом, оно просто в каждой точке имеет на фундаментальном уровне и имеет какое-то четкое значение, которое не меняется, причине отсутствует динамики. А дальше вот всевозможными действиями, там, разложениями и прочее, мы получаем законы физики, которые... Хорошо, какое именно дифференциальное уравнение показывает, что наблюдатель видит Луну именно, а не что-то другое? Опять-таки... Есть такое? Да, я показывал. Это отличие... Там прямо Луна и написано там. Нет, нет, конечно. Там показано, что такое наблюдение. Наблюдение – это отклонение вектора состояния наблюдателя от случаев, когда при присутствии вектора состояния всего остального, отклонение от случаев, если бы наблюдатель бы эволюционировал независимо, но без всего остального. Вот это есть наблюдение. В рамках этого наблюдения возникает... Наблюдатель у вас производит Луну, правильно я понимаю? Наблюдатель производит Луну. Наблюдатель наблюдает Луну. Какие физические у него агенты, чтобы Луна возникла в результате его наблюдения? Вот скажите. Что значит физическое агент? Это не физическое тело у вас. Что значит физическое, не физическое тело? Это тело, оно улучшает всем свойствам. Если это не тело, конечно, о чем говорить тогда? Оно при наблюдении, оно улучшает всем свойствам физического тела. То есть оно полностью соответствует тому, что от него мы ждем. Каким способом наблюдатель создает это? Наблюдение. Что там в наблюдении такого? Это магия или что это такое? Еще раз говорю. Это волшебное слово. Нет. Тем, что у нас есть... Ну ладно, я понял, что это объяснить невозможно. Это возможно, но это можно объяснить только при помощи... Только при помощи выравнения. Я немножко обмечаюсь, и я все ждал, что какая-то ясность возникнет. Она не возникла. Поэтому мне кажется, потому что я готовился к этому выступлению, я рецензировал захват, и я должен сказать, что мне там было все более или менее ясно. То есть речь идет, вот первый ваш вопрос о времени. Откуда здесь время берется, и почему его нет в четырехмерии, так сказать, в исходном четырехмерии. Это в качестве такой вот содержательной модели можно использовать модель киноленты. Включен киноаппарат или не включен. Вот у вас есть бобина с кинолентой. Все кадры там есть, но время там не идет. Для того, чтобы время пошло, необходимо включить киноаппарат. Тогда возникает динамика. Вот роль наблюдателя – это роль киноаппарата. Он проявляет вот этими срезами, о которых говорил в начале доклада, вот этими последовательными срезами четырехмерного пространства. Он как бы запускает покадровый просмотр. А вообще говоря, в самом четырехмерии – это просто статический объект там примет. Ну, дело в том, что когда ты говоришь слово «существует», он «есим», да. Вот ты уже тут исходишь из трехмерной интерпретации. А я же вы не имеете в виду. Ну, правильно. А тут, на самом деле, предлагается четырехмерная интерпретация. То есть существовать – это значит уже будете растянутым и по четвертой осет. Ну, хорошо. Давайте еще один вопрос. Вы знаете, время, наверное, содержит прошлое, настоящее и будущее, да? Да. Вы согласны с этим? Да. Вот когда вы говорите «поле существует», оно существует в настоящем времени? Мы говорим о каком поле? Фундаментальном. Фундаментальном. Оно существует вне времени. В том плане, что… Ну, тоже оно существует, если это настоящее должно быть. Да, здесь проблема с применением определения, что что-то существует, да. То есть оно существует в том понятии, что глагол «существует» здесь применять сложно. То есть оно существует так, что оно находится не во времени и не в динамике. И оно существует так, что это поле невозможно наблюдать напрямую. То есть можно наблюдать только некоторые проявления. В математическом – да, но физика-то есть или все из математики возникает? Значит, математика – это произведение интеллекта. Значит, это должен быть творец, демюр, который из математики создал все. Нет, вот у нас есть… Я согласен с этим. Творец должен быть. Зачем? Нет, здесь… Ваша модель утверждает, я согласен. Здесь эта модель прекрасно находится без творца. Меня вот интересует… Вы сказали, что ось времени перпендикулярна оси скорости. Но если мы возьмем даже двухмерную интерпретацию, специальную теорию относительности, там просто вот эти две оси поворачиваются друг к другу, и там вообще перпендикулярности нет. Перпендикулярность появляется, если время, как одну из координат, считать с мнимой «и», если ее умножать на «и». Ну, смотрите, здесь появляется пространство Минковского, здесь тоже возникает. Здесь преобразование Лоренца строится, поэтому здесь эффективно, да, пространство Минковского, все эти мнимости и прочее, они тоже возникают. Но они возникают уже как результат. То есть, несмотря на… Ну, во-первых, здесь скорость, она таки перпендикулярна эволюции, перпендикулярный вектор времени, в том плане, что скорость, наверное, происходит в гиперплоскости трехмерной, эволюция происходит перпендикулярно в гиперплоскости. Но то, что вы говорите про пространство Минковского и прочее, вот здесь же у меня это преобразование Лоренца получено. То есть, вот эта теория, она преобразование Лоренца никак не противоречит. Она никак не противоречит преобразованию пространства Минковского. А какая метрика у вас в первоначальном пространстве? Первоначально – евклидово, то есть единичка. А вот можно на расстояние? Какой формулы? Нет, именно метрику здесь не привожу, я просто пишу евклидово пространство. Но евклидово является когда-то метрика. Ну, евклидово метрика. То есть, конкретно, формула. Формула. Расстояние между двумя точками является сумма квадратов. Сумма квадратов. Сумма. А, между прочим, сохраняются интервалы, там не сумма квадратов. Я знаю. Один из них с минусами. Я знаю. И я подчеркиваю, что здесь получается, несмотря на вот это. Вот я специально говорю, что невозможно… Есть работа, которая четко показывает, что невозможно… Если у нас, допустим, есть некоторое пространство с какой-то метрикой, то в этом пространстве невозможно построить вложенную гиперповерхность с другой метрикой. Она в любая гиперповерхность будет с той же самой метрикой. Здесь я показываю, как путем отказа от реализма построить метрику с другой метрикой… Все-таки там не совсем тогда их было. Именно у меня изначально Евклидова. После чего из этого выводится не Евклидова. Как сроксом эти метрики используются. То есть, в начале Евклидова метрика, а потом, когда возникает наблюдатель, то в его пространстве, которое он уже поразил, возникает метрикой. То есть, на тот же метрикой, на тот же санкет. Вот следующий метрик будет… Секундочку. Подождите, пожалуйста. У нас принято по очереди. По очереди. У нас принято по очереди. Да, пожалуйста. Да. И все-таки… В следующем докладе будет говориться о том, что время можно замедлить, а можно ускорить. О стреле времени вы можете что-нибудь сказать? Что это такое? Стрела времени? Да, могу сказать. Направление времени определяется наблюдателем при наблюдении. А направление… Время должно быть направлено в какую-либо сторону. Потому что если бы у нас у времени не было бы направления в какую-либо сторону, то получается, что куда бы эволюционировал наблюдатель? Наблюдатель нужно куда-то эволюционировать. И, получается, исходя из этого, исключаются его варианты, чтобы эволюционировать обратно. То есть для того, чтобы мы наблюдали прошлое, будущее, то есть эволюция была, то нужно в какую-то сторону. Неважно, в какую-то сторону. Вот мы начали в какую-то сторону, и вот туда продолжаем. Вот это и стрела времени. И вот когда появляются гравитационные массы, там не возникает ли у вас сингулярности? Нет. Второе. Как разлагать на гиперпространство, если оно искривлено? Вот тут возникает вопрос. Давайте. В общем, первый вопрос. О сингулярностях. Сингулярности… То есть у меня получено уравнение Эйнштейна. Сингулярности… А. Возникают, Б. Не возникают. Что значит они возникают? Они возникают при наблюдении. В том плане, что в центре черной дыры, здесь в ближнем, вроде бы сингулярности эти возможности. Но, опять-таки, из уравнений не следует. С точки зрения, опять-таки, фундаментального пространства, что находится в тех местах, где из этих уравнений следует сингулярности? А ничего особенного. Это просто наблюдательный феномен, у которых никаких сингулярностей еще нет. Это… Ну, как бы… Да, что там… Ну, один делить на R квадрат – это все-таки сингулярность. И что? Это наблюдательный феномен. Но, когда мы идем на фундаментальный уровень, там никаких сингулярностей нет. То есть, с одной стороны, ответ вот в этой модели получается дать одновременно два ответа. И оба ответа верны. Сингулярность есть, сингулярности нет. Сингулярность есть для наблюдателя. Сингулярности нет на фундаментальном уровне. Так, и вот антропный принцип, который, в общем-то, неявно формулируется Эйнштейном, что ничего не может быть выше скорости света, потому что для наблюдателя это будет нарушение принципа, причинности. Это, по сути, антропный принцип. Не совсем, я бы сказал. Вот у вас антропный принцип чем отличается от этого? У меня взят антропный принцип участия, который сформулирован Уиллером, что наблюдатель необходим для бытия Вселенной. То есть у вас по Уиллеру. А конкретно почему необходимо, все-таки точнее? А не обратим в что? Необходим наблюдатель почему, по Уиллеру? По Уиллеру? Но он просто ввел это определение, он его никак особо не объяснил. Вот здесь он у меня просто выводится. То есть я вывожу антропный принцип такой формулировки, и то, что я вывожу, на том, что я смотрю, что есть в литературе. В литературе есть, что вот такой формулировки антропный принцип получен Уиллером впервые. Но у меня он выводится. То есть он у меня не формулируется, не вводится, он у меня выводится, этот принцип, антропный принцип. Мне кажется, что еще Брисенберг что-то в этом роде говорил, когда вводил измерения. Когда квантовые параметры возникли. Возможно. Но вот в такой формулировке Уилл я первый, насколько я знаю. Сейчас, на секундочку. Все через микрофон, поскольку идет транс. Без микрофона нельзя. Я, в общем, преподаватель философии, но я хочу в данный момент хотела похвалить физиков. А ремарка моя вот какая. Вы знаете, даже в философии с антропным принципом сложная была ситуация. Она, ну если очень кратко, она состояла в том, что сначала была антропология философская, потом ее как-то вывели из курса, потом опять ввели. Но чтобы как бы более гладко все пошло, обозвали социальной антропологией. Вообще вот сейчас я с людьми как-то вот опять. Но я подумала вот о чем, что ну зачем физикам-то? Ведь они же физики. Если уж они будут ставить на антропный принцип, у них же есть могущественные инструменты, которых нет у философов. Андрей, вы поняли? Вот при всем уважении. Зачем он вам нужен, если у вас там как бы есть другая база? Им не объяснишь вселенную, им не объяснишь это мифическое или мифологическое, извиняюсь за термин, так и есть сознание. Непонятно, чье сознание. Все равно в меня не убедили, и не только в меня. А зачем вам этот антропный принцип-то? Ну пусть будет этот наблюдатель с каким-то особым осознанием несуществующего. Он портит вашу картинку. Ну, мое мнение. Объясните, если можно. А он не создает. У меня такое мнение. Антропный принцип здесь не задается, он выводится, он не задается. То есть из того, что наблюдатель здесь первичен, следует, что система... Что за зверь такой первичный наблюдатель? Не понимаю. Еще раз, что Вселенная образуется в результате наблюдения наблюдателя. Наблюдатель первичен по отношению к Вселенной. Исходя из этого, возникает антропный принцип, что все законы физики должны быть такие, чтобы наблюдатель мог существовать. А вот вначале там вопросы были, степень разумности. А если первым наблюдателем был некий медведь, но он... Если он не способен к самоощению, значит, не наблюдатель. Ну, понятно, способен или не способен. Это переходные вопросы, переходные моменты, на которые, да, сложно в какой-то момент... Очень много завязано на этом переходе, когда мы говорим об этом антропном принципе. Понимаете? Там столько всяких нюансов. Да, вот в этом месте согласен. Это не сильное допущение. В этом месте согласен, что есть нюансы, есть непонятность перехода. То есть есть... Понятно, когда четко, что есть сознание, есть... Ну, если хорошо получается, он именно следует, он не вводится, он выводится, он... Скажите, пожалуйста, а вот если рассматривать наблюдатель, поскольку продвигается как бы искусственный интеллект и так далее, согласно вашей теории, получается, что если создать искусственный интеллект, человечество вымрет, но искусственный интеллект все равно будет формировать эти вселенные. Так? В рамках этой теории если будет создан искусственный интеллект и если его эволюция будет описываться некоторым уравнением, похожим на уравнение, что, опять-таки, что состояние последующего момента зависит от состояния в предыдущий момент, то что из этого может следовать? Из этого может следовать, что такой искусственный интеллект будет способен к самоосознанию. Вообще говоря, да, это значит, что из этого следует. Что он будет способен к самоосознанию. И да, это получается новый, даже результат интересный. И тогда, да, он способен будет наблюдать, и тогда его будет достаточно для существования Вселенной. Если человечество вымирает, всё равно Вселенная остаётся, потом получается, как бы это появляется, то есть она может существовать вечно эта Вселенная не за счёт как бы разума естественного, а за счёт искусственного виду, а искусственного виду. Нет, неважно, чем вызван разум. То есть разум может быть искусственный и естественный. Это не суть важно. Важно, чтобы наблюдать происхождение наблюдателя. То есть либо он естественным при кем появился, либо он создан другими наблюдателями. Совершенно неважно. Он просто должен быть для того, чтобы Вселенная существовала в субъективном в глазах наблюдателя. Наблюдатель должен быть. Неважно, его природа неважна. Алексей Круглый, не из Сера. Ну вот по всех философских вопросов у меня вопрос такой довольно конкретный по возможной физической модели, которая, может, когда-нибудь в будущем возникнет. Вопрос о том, что не сохраняется при переходе от одного наблюдателя к другому причинность. Вот просто, так сказать, конкретный вопрос. Предположим, есть два события, которые с точки зрения одного наблюдателя причина с львязными. Событие А. Причина. Событие Б. Следствие. Существует ли для какой-то пары событий существует ли при этом наблюдатель, которого который будет считать, что причинная связь обратное событие Б, то есть является причиной, либо эти два события причинно не связаны в вашей модели? в рамках той же самой инерциальной системы отчета, где находится первый наблюдатель, все наблюдения будут показывать то же самое, что и первый наблюдатель. те же самые зависимости. При переходе в другую систему отчета вообще не обидает, что эти же самые события вообще просто будут существовать. Они могут исчезнуть, что вместо них могут наблюдаться другие события. Вот это важный момент. скажем, какой-нибудь два события, скажем, выстрел и попадание в мишень. То есть вдруг в некой системе отчета выстрела вообще не произошло? Это, понимаете, вот на эту тему я как раз и рассказывал, что должны существовать при переходе между разными системами отчетов должно существовать то, что не слишком большие потери информации для существования наблюдателя. То, о чем вы говорите, там выстрелы и прочее, это выглядят как большие потери информации. Вот если говорить, например, не знаю, о распаде меонов или там меон или еще где-нибудь. То есть где-то не распался, где-то распался, где-то не распался, а где-то где-то распался, а где-то провернулось, там меона нет, там пара электронов. Ну, посмотрим, если когда-нибудь будет построена модель. Это ими четырехмерное. То есть вот основа все четырехмерное. Все это выводит из того, что четырехмерное пространство и скульптура вот эти все поля приняли. Вот такая вот СТО и прочее получается из-за этого велось. Хатунов Александров Несиран, скажите, пожалуйста, у вас поле линейное фундаментальное или не линейное? Не обязательно линейное. Просто описывается некое модифициальное уровень. Не суть важна. Линейность, линейность это уже. Оно содержит некоторые внутренние симметрии и поляризационные степени свободы. Не обязательно. Если вы намекаете на то, что если взять скалярное поле и взять в учебниках квантовой теории поля, что там не хватает степени свободы, это поле, которое здесь на фундаментальном уровне, оно не является классическим, не является квантом. То есть те выводы, которые есть в учебниках квантовой теории поля, оно к этому полю неприменимо. А для него анализы надо провести заново. То есть, соответственно, если вы на шут на это намекаете, то это просто другое поле, другого типа. для того, чтобы как-то физически интерпретировать ваш подход, надо, чтобы поле обладало какими-то физическими свойствами. И на неопределенное фундаментальное уравнение были наложены хоть какие-то требования. Что вы, какие требования вы на него могли бы наложить? На него накладываются следующие требования, а именно то, что можно построить некоторое разложение от этого поля по гиперплавкостям, которые бы сохраняют причинность. По крайней мере, по части разложения. То есть, оно может включать себе разложение по таким функциям, которые не сохраняют причинность, но в том числе оно должно содержать разложение по таким функциям, которые имеют групповые симметрии некоторые. Да, гиперплависимметрии возникают, но они уже возникают при разложении проекции поля по гиперплавкостям. Эти симметрии совершенно не обязаны быть у фундаментального поля. То есть, они возникают позже. Но да, это в какой-то степени наложение ограничений на уравнение фундаментального поля. При повороте гиперплавкостей у вас возникают их пересечения. Как вы их пересечения интерпретируете? Никак. То есть, в какой-то точке мы происходим допустим, мы проворачиваем гиперплавкостей. Что это значит? Это означает, что в данной точке если будет наблюдатель не переходить в другую систему отчета, то есть, если он не будет ускоряться, то он будет вирусци Dickens в той степени в той гиперплавкостей, что не повернуто. Если в этот момент ускорится резко, перейдет в другую систему отчета, то есть, он получит скорость. Он в этом месте перейдет в другую систему отчету. Вот всё наблюдение. У вас пересечение – это некоторая двумерная плоскость, и она будет бесконечная. И что? Здесь, опять-таки, документ, что наблюдатель здесь первичен. Наблюдатель принадлежит какой-то гиперплоскость трёхмерной. Что там, какие пересечения… Значит, что пересечение будет существовать в вашем времени, которое возникнет в будущем всегда. Не совсем. Здесь вы путаете пересечение, которое в этой теории является просто некоторой математической абстракцией. То есть оно не существует физически. То есть пересекается, ну и что? То есть оно не является чем-то таким наблюдаемым. Мы можем поворачивать в любой точке совершенно, иметь кучу-кучу пересечений, но это совершенно ни о чём не говорит. То есть это как хочешь, так поворачивай. Куча-куча пересечений, всё, что хочешь, делай. Но это не то, что является чем-то наблюдаемым, вот эти пересечения. Они не приводят к никаким наблюдаемым эффектам. Спасибо. Времени нет уже? Владимир Арестер, вычисленный центр Академии ОК. Извините, по имени-отчеству как вам, обращаю? Андрей Смирнов. А отчество? Николай Иванович. Андрей Николаевич, у меня вот несколько начальных вопросов о терминах, чтобы договориться. Ну, насколько я помню, эпифеномен или феномен – это есть некое дополнение к феномену. И там разные есть трактовки, есть такая более материалистическая, имение, так сказать. И материалистическая, она как раз предполагает, что есть вот материя, есть сознание, они совершенно независимы. Вы придерживаетесь другого определения эпифеномена? Да, в рамках вот этого, то, что рассказываем, эпифеномен – это то, что явление, которое полностью определяется чем-то другим, в данном случае, вот этим четырехмерным пространством, заданным полем, оно полностью зависит от этого пространства. Пространство здесь, но вот это, то, что называют материи, вообще до него не существует, да? Объективно и независимо существует только от этого четырехмерного пространства, заданного поля. Вот все эти материи и прочее возникают только при наблюдении. Объективно оно не существует. Это значит, ну, еще, это одна из интерпретаций эпифеномена, потому что, я говорю, есть именно представление более такое даже древнее, именно материалистическое, то есть, которую вы как раз не придерживаетесь. Это вот первый вопрос. Второй, что такое фундаментальное поле? Все-таки определите. А что такое фундаментальное поле, я в данный момент сказать не могу? То есть, его природа, оно, я говорю, что оно некоторое существует, оно обладает такими-то свойствами, а в чем его природа? Ну, вот есть дополнение, то это фундаментальное пространство, на этом все. Но у вас есть вот четырехмерный евклидопространство, есть фундаментальное поле. Которое задано на этом пространстве. Ну, вот, да, то есть, вот это тоже вы там упомянули вначале, но отчетливо это тоже как-то вот, это требует пояснения. Ну, и, наконец, вопрос, который вот возникал у многих. Понятие физического прибора у вас есть? Вы говорите о наблюдателе, но для физики, раз вы физик, то понятие физического прибора – это важнейшее понятие. Понимаете, чтобы мы могли проводить эксперименты и так далее. Не просто наблюдать, а использовать приборы, в том числе и, скажем так, фундаментальные приборы, часы и линейки, но и другие приборы, что ставить эксперименты. Вы об этом ничего не сказали. Ну, здесь мы можем использовать какие угодно приборы, но, опять-таки, результат этих приборов, результат показаний этих приборов наблюдает наблюдатель, он смотрит на них и… То есть, опять-таки, приборы без наблюдателя, они ни о чем. То есть, они без наблюдателя тоже не существуют, как и не существует Вселенная. Но это важнейший посредник. Посредник, да. Важнейший посредник физической теории. Да. Вы его никак не интерпретировали. Вы о нем сейчас сказали, но вот описание его, мне кажется, вашей теории, оно необходимо. Не, но я рассказал, что такое наблюдение, акт наблюдения. И это акт наблюдения, он может… Но это, извините, некоторые, понимаете, все время возникают вопросы, потому что люди пытаются апеллировать к некой, ну, такой чувственной реальности, которой апеллируют все время физики, понимаете? У вас об этом есть некоторый абстрактный наблюдатель, то есть вы относите в область математики это. Это замечательно. Но, тем не менее, вот о посреднике, мне кажется, надо, чтобы вы подумали. Не, на посредник здесь возможно. Конечно, приборы и прочее надо использовать. А приборы, эволюция состояния приборов и прочее, оно тоже удовлетворяется этим уравнением эволюции, которое я рассказывал. Соответственно, эти приборы можно использовать. Они должны, как бы, эволюция состояния приборов тоже должна удовлетворять вот этим уравнением. И да, их можно использовать для более точного наблюдения на результатах. Ну, хорошо, и нужно. Так, я хочу немножко прекратить дискуссию, поскольку время уже мы, на самом деле, работаем на грани. Давайте, ну, запутанность уже поздно объяснять, я так понимаю. Вот, просто времени уже, мы уже на 10 минут перебрали. Хочет ли кто-нибудь высказать, вот, с точку зрения? Один, я одному человеку разрешу, пожалуйста. Фенагеев Владимир Васильевич, ну, что сказать? Вообще, величие человеческого разума продемонстрировано, потому что, ну, взрыв мозга полный, конечно. Нет, конечно, не разума, нет. Конечно, мы понимаем, что математическое описание допускает различные вольности. Здесь был такой парад постулатов, так сказать, это должно быть, это должно быть, и так далее, да? Ну, математически, наверное, это может быть прекрасная вещь. Единственное, я не очень понимаю, если бы не существовало уравнений заранее выведенных Эйнштейна, вот можно было их вывести? Да, в принципе, теоретически, да. Я этого не увидел, но, наверное, это у вас есть там. Ну, математически, наверное, это великая вещь, да? Потому что она мозг полностью выносит. Но все-таки немножко физики должно быть, да? И нужно дать, на мой взгляд, на этом семинаре все-таки надо дать более понятное определение времени, потому что время как расстояние путается с пространством расстояния. Это надо, ну, четко разъяснить. Потому что если это существует, значит, это настоящий момент времени, значит, будущее будет. Поэтому нельзя избежать времени, ничего тут не поделаешь. Все, существует настоящее время. Продолженное настоящее. Куда тут денешься? Вот фундаментальное поле. Существует, правильно ли? Существует настоящее. Значит, время есть все равно. Ну, вы можете говорить так, как это называется, мое слово против твоего, да? Но вообще я восхищен изворотливостью человеческого разума, который может построить на… ну, из ничего создать величественное здание, так сказать, ну, полной почти шизофренической картины мира. Большое спасибо. Да. Ну, что, кстати, было интересно, я бы сказал, ослышать комментарии, вопросы. Я думаю, это в какой-то степени полезно понять точку зрения других. То есть я, прежде чем, не услышал каких-либо возражений, которые однозначно были, ну, какие-либо возражения, которые были проблемны для этой темы. Просто хотя бы проблемны, не то что какие-то опровержения. Это хорошо, на мой взгляд. То есть те вопросы, некоторые, которые я услышал, они, наверное, местами, может быть, что-то плохо объяснил. Такое, да, чувствуется. Да, объяснять, наверное, нужно лучше. Но это тоже надо как-то подумать, как это объяснить лучше. Но в целом, насколько я вижу, теория может быть верной. Она может быть верной. А насколько, наверное, это нужно проверять дальше, это нужно более детальный и более глубокий анализ теории. Но надеюсь, со временем что-то здесь будет некоторое движение. Собственно, наверное, все. Спасибо. А где это можно подробно прочитать? Ну, тогда, может быть, скажете. Тут прозвучал вопрос, который я заблокировал. Я думаю, еще три минуты есть. Корзко, только корзко. Да, ну, вот. Что такое за путь в вашей теории? Да. Ну, вообще, Грекландовая механика не рассказывал, но, как я сказал, эта теория, она относится к классу супердетермистической теории. Супердетерминизм. Это такой класс теории, как написано в Википедии, гипотетический класс теории, который обходит неравенство Белла там определенным способом, всякие скрытые параметры и прочее. И они полностью никак не связаны с локальностью. Есть принципы локальности, один из ключевых принципов физики. Здесь вот этот принцип локальности не действует, он, в общем говоря, он выводится там позже, но на фундаментальном уровне он полностью отсутствует. И вот эти вот, все эти квантовые спутности и прочее, они возникают просто как корреляции разложения поля в разных местах, которые вроде бы как между собой причин напрямую не связаны. Просто вот эта некоторая корреляция, здесь как раз используется супердетерминизм возникает. То есть здесь никаких предпредельных проблем вот это воткнуть, это кванту запутать, совершенно нету, не вижу я. А со скоростью света, о которой вы говорили, тут нет противоречия? А какие противоречия? Они возник, со скоростью света, они возникли бы только в том случае, если бы здесь на фундаментальном уровне требовалось бы выполнение принципа локальности, но там вообще нету. Принцип локальности возникает позже, при выводе, это просто наблюдаем пространство времени, он только там возникает. А на фундаментальном уровне там принцип локальности нету. То есть там кажутся точка, напрямую с кажутся точкой взаимодействует. Спасибо. Это мы закончили сегодня. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...